Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Продолжается Великий Пост, но мы решили взять небольшую паузу в сложных богословских, аскетических, практических вопросах. Взять паузу, потому что год, который сейчас идет, для нашей страны, для нашей культуры, для нашей литературы юбилейный. 150 лет мы празднуем со дня памяти Ивана Сергеевича Шмелева. Один из, наверное, непрочитанных авторов и многие даже филологи, которые профессионально занимаются литературой, словом, открывали его имя, его произведение достаточно поздно для себя. А для нас он интересен тем, что есть у него такое произведение «Лето Господне», которое начинается как раз вот с Великого Поста, с воспоминаний о том, как семья Ивана Сергеевича, его родные, близкие, домочадцы проводили это время, как он сам это время осознавал и оценивал. И поэтому мы, конечно же, к Великому Посту еще вернемся через это произведение. Ну а сегодня такая вводная встреча, вводная передача, посвященная самому автору, его биографии, его личности. И встречаемся мы сегодня с кандидатом филологических наук, с доцентом Самарской семинарии Екатериной Александровны Щепальевной. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Здравствуйте. Вас наши зрители помнят, хотя мы встречались с вами уже достаточно давно. Мы с вами встречались по Достоевскому, мы встречались с вами по Дурылину. В этом году, в юбилейном еще раз подчеркнем, вы номинированы на грант молодой ученый, который каким-то образом будет посвящать свою научную деятельность Ивану Сергеевичу. И в то же время, да, вот я действительно констатирую, часто даже у людей, которые занимаются литературой, ты спрашиваешь про Шмелева, его как-то не шибко помнят. Он как-то, у него удивительная какая-то такая биография, о которой бы сейчас мне хотелось вас порасспрашивать, что он как бы и для эмиграции не стал своим, и для нас, русских, как-то его имя, ну оно может быть более известно, чем имя Дурылина, но в то же время, если и известно, то только по одному произведению. Давайте наших телезрителей познакомим с Иваном Сергеевичем. Что это за человек такой, вот, и что лично вас, молодую, красивую, вот, привлекает? Почему не Пелевин, не Сорокин, а Иван Сергеевич Шмелев? — Это интересный вопрос, потому что многие, наверное, молодые люди действительно включены в процесс, связанный с литературой ведением современным, но я не считаю подобных писателей, как Иван Сергеевич Шмелев, не современным, скажем так. То есть есть такая категория, я бы для себя так выделила, да, что есть люди, которые включены во время здесь и сейчас, а есть люди вне времени. И вот как раз Иван Сергеевич Шмелев один из таких людей, такая личность многогранная, и я думаю, он интересен человеку любого возраста, то есть здесь, наверное, не стоит даже дифференцировать, там, молодость, старость, скажем так. Более того, если смотреть на его произведение, можем видеть такой вот интересный феномен, связанный с христианским сознанием в том числе, в его текстах появляются этакие младенчествующие старцы, то есть такое вот соединение, что ли, старческого, некой аскезы, такого мудрого мировидения и младенческого незлобия, простоты некой. Но далеко не глупости, да, то есть тоже интересный момент, очень часто путают, что детское – это вот слишком наивное и приукрашенное. Вот у Шмелеву некий тандем, особенно это видно как раз вот в «Лете Господнем», мы будем об этом разговаривать, это, конечно, Горкин, его персонаж интересный, младенчествующий старец и одновременно русский простец, как его Иван Ильин называет. И, конечно, вот этот маленький Ванечка, образ которого мы видим в тексте, это уже написанный осмысленным, пришедшим, так сказать, в состояние уже человека взрослого. Иван Сергеевич, конечно, писал это, естественно, не в подростковом далеком возрасте, но мы понимаем, что он преображает эту действительность как бы дважды, то есть вспоминает себя маленького и в то же время видит вот некий облеск, что ли, «Царство небесное», которое доступно как раз вот таким вот чистым сердцам. И вот возможность вот такого соединения, такого опыта, она есть далеко не у всех современных писателей, более того, я даже, наверное, не назову, где она сейчас вот проблескивает эту связь. Я, наверное, не буду браться судить конкретные образы, я думаю, это покажет время, так же, как и со Шмелевым, да, и сквернить процесс весь современный я тоже не буду, да, и говорить, что он абсолютно не жизнеспособен. Конечно, мы видим в направлении так называемое христианское в современной литературе тоже есть, и поэтому я думаю, что связь восстанавливаемая со Шмелевым и вот подобными ему, как Дурыли, например, про которого мы говорили в одном из эфиров, это как раз вот попытка присоединиться к этой традиции, чтобы вот этот отблеск света как раз-таки и в современной литературе был более ярким, то есть не только связанным с каким-то современным проблемой, но и с вечностными, то есть чтобы заглянуть вот за некую, скажем так, приоткрыть некую дверь, да, мысленную нарнию, назовем это так, вот, и подобные люди спокойно могут это сделать, и вот этот опыт, он очень интересен, потому что то, что предлагает современность, это может быть, как говорят, стилево, да, интересно, но на самом деле мы понимаем, что это вещи такие временные достаточно, то есть сегодня было так, а завтра устарело, ну, как с одеждой, например, да, а вот есть вещи, которые стоят, я думаю, с ним ничего не случится, хотя их могут внешне разрушать, то есть мы знаем судьбу Шмелевой, как раз вот вернемся к биографическим моментам, да, то есть человек был рожден в купеческой патриархальной среде, это 1873 год, то есть Россия, скажем так, достаточно традиционно, православно и народно, да, то есть вот такое вот стабильное состояние, которое он застал и которое он и будет вспоминать в Лете Господнем, в Богомолье, тот самый диптих интересный, да, идеология, которая ассоциируется в большинстве случаев со Шмелевым, конечно, он автор не только этих двух произведений, и вот это состояние укорененности в христианский быт у Шмелева, очевидно, она есть, потому что он был так воспитан, то есть он это впитал с молоком матери, и в тексте мы будем наблюдать, и тоже про это будем разговаривать, выступают в основном не самые только близкие члены семьи, это отец, конечно, да, там Сергей Иванович ведущую роль играет, а мать мы практически не видим, то есть есть некоторые упоминания, там вот маминка как-то в стороне, и это связано, конечно, с биографическими особенностями некими, вот Евлампия Гавриловна была женщиной строгих нравов, назовем это так. Да, Иван Сергеевич получал розгами от маминки. Да, вот, поэтому отец для него вот некий образ такого идеала, что ли, и, кстати, что интересно, у нас не так много текстов, где предпринимательский образованный человек, который вот занимается, скажем так, делом наживным, назовем так, да, показан в именно таком положительном ключе, то есть это далеко не купцы Островского, да, которые в мракобесии прозябают, да, здесь видно, что вот в нем вот эта искра Христова живет, и он любит свой народ, который рядом с ним находится, то есть это для него не просто слуги, и они совместное служение несут, это очень важно, и это подкупает. Но они же вообще все как бы трудовые. Да, да. Дед Ивана Сергеевича строил Крымский мост, тот самый, который потом станет железным, но для начала вот первый самый Крымский мост деревянный строил дед Шмелева. Да и сам отец тоже, несмотря на то, что купец, несмотря на то, что предприниматель, но совсем не чурался брать в руки, условно говоря, молоток. Да, да, да. То есть вот этот ручной труд совместный, который как раз, мне кажется, вот эту категорию соборности прорабатывает, которая очень важна для Шмелева, это не некий индивидуализм, да, то есть я вот на тебе пошу, а ты мне, пожалуйста, вот денежки. Да, да, да. Прошка, прошка, да. Здесь такого нет, и что важно, иногда, конечно, мы видим хозяин, так сказать, злиться, особенно когда там какой-нибудь Василий Васильевич Косой в начало Великого Поста встречает, мягко говоря, под шофе, но мы видим, что если нужно, да, он и пожертвует этим людям, да, и окажет всяческую помощь, и они ему ответят взаимностью. То есть мы помним там момент интересный, да, когда уже трагическая ситуация с отцом приключится, тот же Василий Васильевич Косой скажет, я вот готов вместо отца поддерживать, чем могу, а дальше уж сами смотрите, да, если хотите, прогоните потом. То есть, в общем, человек ради хозяина благого, да, который в первую очередь воспринимается не просто как личность, да, а именно вот такая, ну, наверное, христологичное нечто, готов пожертвовать тем, что у него есть. Вот этот взаимный обмен, он постоянно в тексте ощущается, то есть это не игра в одни ворота, так называемая, да, которая, к сожалению, истощает очень при общении. И вот все впитав, мы видим, что Иван Сергеевич вот вырос человеком с православным духом, хотя, конечно, не исключено, что были некие шатания, и мы знаем, там у него будут гимназические годы достаточно интересные, он хоть и будет там первые свои писательские опыты какие-то проводить, но мы понимаем, что это время какого-то, какой-то скованности вот этой вот гимназической средой, и про это говорят многие, практически все, да, кто вот в это время выпускались. Кстати, у Сергея Николаевича Дурыльна есть тоже текст «В школьной тюрьме исповедь ученика». Ну, в общем-то, не случайное название, здесь нечто подобное. И, в общем, все фантазии тоже Ивана Сергеевича, они, мягко говоря, прекращались быстренько в гимназической среде, и был момент, когда он уже потом влюбится в свою будущую супругу и будет отлынивать от занятий, и его поддержит Федор Цветаев, это, в общем-то, дядя Марина Цветаевой, и защитит его, да, то есть благодаря вот этой поддержке. Это человек, который творчески как раз подходил к процессу обучения. Первая гимназия была, вот как раз, которой он испытывал себя в тюрьме. Да, в целом, да, там гимназическая среда не, к сожалению, не так часто давала творческую свободу, вот. Ну, а дальше там получение высшего образования, такая, в общем-то, банальная вроде бы вещь, да, там юридический факультет заканчивает Московского императорского университета, и мы видим, что вот это ощущение, да, ну, некой профессии, что ли, да, которое не очень связано со служением в представлении Шамилева, его будет достаточно сильно тяготить. То есть потом все-таки он от такого чиновничества, назовем это условно так, да, отойдет в сторону писательского служения. И, в общем-то, все так не случайно и промыслительно в его жизни происходит, и вот брак его в дальнейшем будет помогать ему приобщаться вот и к писательскому служению, и в целом к некому дальнейшему церковлению, потому что он своей супруге будет говорить, что я еще тот безбожник, да, то есть речь, наверное, о том, что внутренние некие борения, связанные, конечно, и с ситуацией времени, в котором он живет, не могли его не трогать. То есть нельзя сказать, знаете, что это вот просто какая-то устойчивая глыба, от нее все отлетает, да, и ни один помысел не входит в его душу. Но, к сожалению, все мы люди, да, и, наверное, к счастью, скорее всего, да, потому что это даже интересно. То есть понятно, что человек осмысляет происходящее, и вот, например, февральская революция, ну, достаточно так интересно тоже была им встреча, но он задумывался о будущем России, думал, может быть, что это некий положительный этап принесет. Вообще вот тут вот я, да, хотел бы, не многие знают, что, во-первых, он приветствовал революцию, вот, и, ну, все, что связано с большевизмом, его, мягко говоря, коробило, и Солженицын, собственно говоря, именно по этой причине очень там полюбил и его «Солнце мертвых», и потому что там, ну, он, в общем, катком по большевизму проезжался. Так еще и есть, мне кажется, одна вещь, которая прям, ну, серьезно набрасывает тень на его биографию, что он и Гитлера поддержал в период Великой Отечественной войны, то есть он считал, что Гитлер идет на СССР как освободитель. И от него, я знаю, там очень многие отвернулись, очень многие захлопнули для себя это имя, его книги и так далее. Но хотя я думаю, что и революцию, хотя странно, да, революция – это приход большевиков, вот, и Вторую мировую войну, он, видимо, поддерживал в силу каких-то совершенно других нам неясных причин. Вот здесь, конечно, можно множество рассуждений на эту тему встретить, разнонаправленных абсолютно, да, я думаю, здесь нужно оценивать его личность, да, творческую. Он человек был очень восторженный, вдохновенный во всем. И в служении, и в любви, то есть в семейной жизни, да, он был верен одной супруге, и, в общем-то, после ее смерти очень сильно страдал. То есть это о чем? Говорю, что человек верный своим идеалам. И, в общем-то, когда он видит, что нечто грядущее, новое этим идеалам соответствует, пока что, на его взгляд, может быть немного романтизированный, он будет это приветствовать. Когда он понимает, что это несостоявшаяся вещь, она вредит, да, там, народу русскому, в первую очередь. Он думает о русском человеке, надо понимать, да, то есть а не только о каких-то своих личных благах. Ну вот, наконец-то мне будет лучше. К сожалению, вот он всю жизнь нуждался, голодал, да, страдал различным болезням, в том числе язвы желудка, мучился. Ну, в общем, человек страдания достаточно сильные принял. И, в общем-то, и февральская революция, казалось, наверное, может принести России нечто новое, обновляющее. И пока он так думал, он в это верил. Да, и то же самое вот с приходом Гитлера, потому что мы знаем, что когда Крым, например, взяли, да, он некое состояние, может быть, испытал радость в связи с чем? Потому что в Крыму как раз большинство страданий он претерпел. Это как раз известный, да, Крымский голод и красный террор, который там был и в 21-22 году. И в Феодосии был расстрелян его сын, о судьбе которого он очень долгое время не знал. Он ходил, маялся, спрашивал, что происходит, писал Луначарскому. Если почитать его письма, это просто, ну, конечно, сердце кровью обливается. Он говорит, верните мне сына, да, то есть у меня отняли сердце буквально. И, конечно, после этого, видя, что вот те, кто это сделал, теперь-таки, наконец, получится, ну, должное, и Россия именно освободится, то есть он думал, что это освобождение России, надо понимать, да, то первоначально вот такая идея и была. Но в дальнейшем мы видим, что он, вот этот романтический флёр этот уходит, да, и он осознаёт. То есть нельзя сказать, что он пребывает в этом неведении сознательно до конца жизни, да. То есть очевидно, что он понял, да, и промахи революционного времени, и, собственно говоря, что нёс с собой Гитлер. Очевидно, да, то есть, как он говорит, я никогда не был фашистом, да, то есть он не поддерживает именно идеологические моменты, да. Это очень важно понимать, что речь идёт просто вот о неком творческом видении ожидания чего-то нового для русского человека, да. Когда это, понятно, проваливается, да, он приходит к осознанию, что это было ошибкой. И он это признаёт. Вот, так что я думаю, тоже честно, да, когда человек понимает, что он не безгрешен, и, в общем-то, может ошибаться, это нормально. Наверное, даже более естественно, чем если бы вот он абсолютно не мыслил. Я думаю, благодаря вот этой творческой линии, да, мы видим и интересных героев Шмелёва. Он говорит как раз, что человек – это вот некое такое страстное проявление, что ли, да. Как раз к вопросу Достоевского, возвращаясь в этом смысле, традиция классической литературы здесь продолжается. То есть это человек, у которого как раз в душе бог и дьявол борются, да, из поля битвы сердца человеческие. И это очевидно, вот, наверное, в «Путях небесных», его последнем романе, незаконченном, это очень видно, да. То есть вот как раз вот этот весь Шмелёв, да, это его некий итог. Даринка Королёва, да, и вот Виктор Алексеевич – это люди, боримые страстями, помогающие друг другу. С одной стороны, там, интеллигент русский, да, и девушка, послушница монастыря, которая в то же время способна любить и достаточно страстно, мы видим, да. То есть вот интересный такой тандем. И, кстати, тоже роман многими, может быть, ортодоксальными людьми может осуждаться, да, к вопросу о том, ну как это так, да, там вот послушница и влюбилась. Ну вот все люди, представляете. Вот поэтому вот такая вот интересная вещь. А вот есть замечательная фраза у Семёна Людвиговича Франка, это философ, уехавший также на философском пароходе, вот, и он интересным образом говорил про русскую философию. Он говорил так, что русская философия, русская любомудрия, любовь к мысли, она не запечатлена не в академических каких-то кабинетных изысканиях, когда человек там сидит и там закопавшись сложными томами философскими, что-то там выстраивает своё. А русская философия как раз заключена в русской литературе, что философия у нас в стране рождается посредством написания прозы, вот, и, ну, условно говоря, лучшими философами являются писатели. Вот, можно ли это, во-первых, с этим согласиться? Всё-таки вы человек, работающий со словом и с литературой, у вас, конечно, начитанность большая. Большая. Вот, а с другой стороны, можно ли это отнести именно к Шмелёву и с какой стороны? То есть, действительно ли Шмелёв философ? Или просто это, условно говоря, мемуарист, который пишет определённые мемуары своего биографического прошлого, биографического прошлого страны, там, и так далее. Ну, вот, как раз правильно заметили по поводу того, что это философия в слове, а это немножко другая философия, то есть, не кабинетная, как вот мы сейчас сказали, да, нет трактата, которого создал Шмелёв специально по направлению философии. И, наверное, к счастью, потому что вот тогда бы мы видели такого теоретизированного Шмелёва, и он, думаю, был бы нам уже малоинтересен. Это особый взгляд в слове, особая художественная философия, я бы даже сказала, некое художественное богословие, более того, да, потому что всё, что он делает, о чём он говорит, направлено именно вот на служение Христу, в первую очередь. То есть, всё, и человек, да, и представление о семье, и о России, они пропускаются через представление о Христе и Церкви. И это пускай делается не консервативным таком ключе, да, в виде поучений, как раз, да, то есть, это другая форма преподнесения абсолютно, и, наверное, она вот этим современному человеку может быть интереснее, думаю. То есть, вот именно через такую форму изложения человек, который далёк от Церкви, не воцерковлён в достаточной мере пока, может прийти вот к познанию некоторых истин. Как мы знаем, да, большинство интеллигенции, в том числе и в советское время, и дальше через Достоевского могли приходить к познанию Христа. Здесь ситуация, в принципе, похожая. И, кстати, сам художественный язык Шмелёва, несмотря на то, что это уже XX век, да, так называемая, может быть, модернистская проза, как об этом говорят, он сохраняет вот те самые основания традиционные, которые есть в русской культуре и в языке в том числе. Хотя форма интересным образом может меняться, да, то есть, художественный язык у него разнонаправленный и насыщенный различными средствами художественными. От церковно-славянизмов, и вот в Лете Господнем это, пожалуй, очень заметно, да, там и напевы молитв, и кусочки служб, в общем-то, всё есть, да. И в то же время просторечные формы, да, там какие-нибудь даже окающие северно-русские вовры могут встречаться, Андрейка, Рубята, Хороший и так далее. Просторечий достаточно много, да, и, в общем-то, вот этот тандем, да, соединение как раз и порождает, ну вот, наверное, представление о русском человеке в слове, да, потому что слово для него это... Да, и в том числе, мне кажется, есть такое замечательное слово греческое методос, вот, которое на наш язык больше переводится как путь, и вот, мне кажется, такие писатели, прозаики, ну, может быть, есть и поэт, я не рискну тут утверждать, но прозаики точно такие, как Достоевский и такие, как, там, тот же Розанов, Шмелёв, они пишут, то есть они не прописывают философию, а само написание текста и есть метод, путь философствования, то есть метод какого-то или созерцания, или припоминания, или припоминающего наблюдения, вот. И в этом смысле, конечно, просто можно прочитать Шмелёва с точки зрения, ну, какой-то мемуаристики, воспоминания купеческого и в целом какого-то быта, там, 19 века, а можно прочитать это как практику, то есть это, ну, как бы произведение может быть такой, условно говоря, духовной практикой, взяв которую человек, например, может работать собственной душой, собственным сознанием. И вот как раз про воспоминания мы начали говорить, да, это основная категория, ведущая для 20 века и для Шмелёва в том числе, не случайно, вот, Сергей Дуровин будет говорить, вспоминать, значит, прощать. То есть это попытка не просто, знаете, там, психотравму проработать, да, как сейчас модно говорить, вспомни всё, что было в твоей жизни, запиши на бумажке и сожги, вот. Но здесь, конечно, всё сложнее. То есть мы понимаем, что процесс воспоминаний – это собирание себя и мира, тот, который разрушен, и он пытается его воссоздать, но не через злобу, да, потому что это очень важно. И как раз, если, например, «Солнце мёртвых», да, это воспоминания как раз о голоде крымском, о терроре красном, да, это тяжелейшее время, однако, говорят, страшнейших книг человечества о «Солнце мёртвых» так высказываются, а «Солнце живых» – это уже лето Господне. То есть это такое примирённое, что ли, воспоминание, да, когда человек нашёл некую гармонию с собой, с миром, с другими людьми. И вот этот процесс воспоминаний и категория памяти, она не случайно важна для XX века. То есть, по сути, мы видим, что люди потеряли не только страну, свой дом, да, но и веру, да, и, в общем-то, вот эти практики, связанные с воспоминанием, они должны восстановить личность как таковую, иначе просто дальше жить нельзя. И мы знаем, что и подобным занимается не только Шмелёв, например, там «Опавший листья Розанова», да, в родном углу Дурылина, Бунин про окаянные дни будет писать, мы знаем, да, то есть, в общем-то, этим занимается не только Шмелёв. И это, наверное, естественное спасительное занятие, которое остаётся особенно, когда ты оторваны от родной земли, то есть он это уже делает в эмиграции, что важно, да, то есть самые яркие произведения Шмелёва рождаются именно уже за рубежом. Он вот в 22-м году уезжает, да, то есть вначале он находится в Крыму, где претерпевает различные гонения, испытания, и уже после этого переезжает в Москву, и понятно, что нужно делать что-то, да, нужно уезжать из России, потому что мы понимаем, что его ждёт, и по приглашению Бунина он едет вначале в Берлин, и там есть эпизоды его воспоминания, что ему вначале всё равно, то есть куда он приехал, ощущение какого-то омертвения в душе, да, и вот поэтому Солнце мёртвых и родится после этого. И затем он уже едет в Париж, где, собственно, вот и будет пребывать в различных местах, да, и, собственно, мы уже знаем Шмелёва именно вот в зарубежном пространстве, хотя очевидно, что и как многие другие русские мигранты, он вот эту русскость сохраняет. И даже те же традиции, которые были в его купеческом детстве, его и супруга пытаются воспроизводить, да, они там пекут пироги, пытаются также куличи пасхальные делать, несмотря на то, что очень сильная нужда, да, и вот, наверное, в каком-то смысле такой крест Шмелёва, да, постоянный голод, да, который его преследует. Наверное, вот как раз эпизод... Поэтому в Лете Господне, наверное, так много бы всякого рода описаний еды, стола, трапезы. Хотя я бы здесь вот как раз, может быть, поговорил бы или, по крайней мере, предложил бы осмыслить тему Евхаристии, да, тему пира, вот, потому что там действительно как будто бы про столы, про... И как будто бы это мещанские такие зарисовки на тему, какие тут картошечки, какие тут селёдочки, какие тут растягайчики. Но на самом деле вот такая корреляция страны православной для него, глубоко православной страны и пира, на котором вот тот евхаристический пир или пир евангельской притчи, на котором восседает Христос, а ты как бы собран, вы все собраны вокруг него. Екатерина Александровна, у нас совсем немного времени остаётся. Я бы, знаете, перекинул бы мостик в следующую нашу передачу. Мы со следующего раза начнём с вами говорить про Лето Господне более обстоятельно и подробно. А вот всё-таки сейчас мы живём в такое непростое время, когда образ Святой Руси дискредитирован. Ну, то есть дискредитирован событиями геополитическими, которые там происходят, происходят столкновения, в общем-то, двух наций, двух восприятий и так далее. И поэтому сейчас, когда мы упоминаем образ Святой Руси, обычно вызывает лёгкое подёргивание глазу у некоторых людей и так далее. Вот когда Шмелёв говорит про образ Святой Руси, вот что он имеет в виду и какой образ он рисует? Ну, про образ Святой Руси и в отношении Шмелёва у многих тоже, может быть, подёргивание возникает в связи с чем? Ну, кажется, вроде бы это слишком идеализированная сусальная позолотая Русь, которой не было. Потому что давайте вернёмся в прошлое, посмотрим, как жили простые люди, как пил русский народ и прочее. А вот он всё пригладил, причесал, да, и вот смотрите, икона Святой Руси. Дело в том, что надо понимать, что он говорит о некоторых основаниях, которые держат русскую культуру. И, кстати, упоминает о том, что русский человек, ну, грешен. Тот же Василь Васильевич, да, который там периодически прикладывается к бутылочке, но в то же время хозяину благому служат, очевидно, вот типичный образ русского человека, да. Но это не значит, что он, скажем так, только на муки обречён теперь, да. Это как раз попытка показать, что всё возможно, да, всё возможно верующему и тому, кто хочет измениться. И вот, наверное, я думаю, что Русь Шмелёва – это, ну, некое ощущение торжества русского духа, да. Вот несмотря на то, что вот вокруг есть и грязь и прочее, да, есть некие основания, которые человека держат в любое время, да. И это, в общем, не только лишь внешняя красота и эстетика, потому что видят зачастую за Святой Русью этот образ, там, золотогаловых церквей, колоколов, в общем-то, иконы. Всё блестит, такое красивенькое, ну, конечно, всё это есть, да, и там подробнее скажем, что в Лете Господне вообще такой эмпирический макрокомплекс создаётся. То есть, чтобы почувствовать красоту Руси и христианства на разных уровнях, да, в том числе даже на тактильном, зрительном, обонятельном и прочем. Но не только лишь это главное, то есть за этим стоит вот некое бытие русского человека, к которому надо прорваться, вот несмотря ни на что. И вот как раз, я думаю, задача Шмелёва в этом. То есть не просто причесанную Русью показать, а вот русского человека. Вот тут мы поставим многоточие, потому что, к сожалению, столь интересный диалог на сегодня должен прерваться на недельку. Вот, за сегодняшнюю встречу я сердечно вас благодарю. Прощаемся с вами, прощаемся с нашими дорогими телезрителями. В следующий понедельник, друзья, присоединяйтесь. Мы будем говорить о великом посте в восприятии Ивана Сергеевича Шмелёва. Храни вас всех Господь. Редактор субтитров А.Семкин